Глава 4. Метод кинетостатики Параграф 1. Метод кинетостатики для материальной точки Принцип Даланбера Метод кинетостатики заключается в составлении уравнений динамики материальной точки и системы формы, уравнений равновесия статики. Этот метод часто применяется в инженерных расчётах, особенно при определении реакций опор механической системы или твёрдого тела. Как обычно, рассмотрим сначала метод кинетостатики для отдельной материальной точки. Рассмотрим несвободную материальную точку, движущуюся под действием активных сил и реакций связей. Запишем основное уравнение динамики. МВ равно геметической сумме всех сил. Силы можно разделить на активные и реакции связи. Сумма активных сил. П будем обозначать плюс сумма реакций связи. Перенесём все члены в левую часть. Сумма активных сил. Плюс сумма реакций связи. РЮт минус МВ равно нулю. Обозначим через φ векторную величину, равную, взятому со знаком минус, произведению массы материальной точки на её ускорение. Фи минус МВ. Дадим определение. Силой инерции материальной точки называется векторная величина, равная по модулю произведению массы точки на модуль её ускорения и направленная противоположно ускорению. Окончательно получим сумма ПЙ плюс сумма реакции связи РЙ плюс ФИ. Равно на ду. Это равенство называется уравнением кинетостатики материальной точки. Необходимо подчеркнуть, что к материальной точке приложены только активные силы и реакции связи. Так называемая сила инерции не является силой и не приложена к материальной точке. Речь идет о формальном приеме, с помощью которого уравнению динамики придается форма уравнения равновесия статики. Запишем вывод. Каждый момент движения, геометрическая сумма активных сил и реакций связи, приложенных к материальной точке, и силы инерции равна нулю. Рассмотрим простой пример. Груз весом П прикреплен к тросу и поднимается с помощью лебедки вертикально вверх с ускорением W. Определить реакцию троса. К грузу приложены две силы. Активная сила, сила тяжести П и реакция троса. Занесем их. Сила тяжести П и реакция троса. Применяя метод кентестатики, присоединим к реальным силам, условно, силу инерции. Сила инерции Фи равна взятому со знака минус произведению массы тела на ускорение W. Фи равен масса, то есть П на Ж, раз П нам задано, на W. Сила инерции направлена в противоположное ускорение. Запишем уравнение к кентестатике. Сумма активной силы реакции Т и силы инерции должна быть равна 0. Спроектируем на ось Х, П минус Т плюс Фи равно 0. Отсюда находим Т, низкомовой реакции троса. Она будет равна П плюс Фи. Или П, оставляя значение, плюс П, деленное на Ж, W. Мы получили полную реакцию троса. Статическая реакция равна силе тяжести П. Дополнительная динамическая реакция равна массе, умноженной на ускорение. Легко видеть, что если бы сила инерции была действительно приложена к грузу, то он находился бы в равновесии. Но груз движется с ускорением W. Мы уже говорили, еще раз подчеркну, речь идет об условном приеме, о методе, с помощью которого уравнению динамики придается форма уравнения равновесия статики. Сила инерции, в данном случае, к грузу не приложена. Динамики точки, метод с кинотестатики, не имеет важных приложений. Динамики системы, как мы вскоре убедимся, многие задачи с помощью этого метода решаются значительно проще. Пусть материальная точка М совершает неравномерное криволинейное движение. Ускорение разложим на касательное и нормальное. Ускорение разложим на касательное ускорение. и WN, нормальное ускорение, направленное в центр кривизны. В соответствии с этим и силу инерции материальной точки разложим на касательную, нормальную или центробежную, как ее называют, силы инерции. То есть приставим полную силу инерции в виде суммы. Касательный, фи-тау, нормальный или центробежный. От полной силы инерции, фи-тау, нормальный или центробежный. От полной силы инерции, фи-тау, нормальный или центробежный. Раскладываем ее на две составляющие. Фи-н, фи-тау. Касательная сила инерции направлена по касательной траектории в сторону противоположную касательному ускорению. Ви-тау равно минус М на дубль ви-тау. Нормальная или центробежная сила инерции направлена по главной нормали, противоположна нормальному ускорению, то есть в сторону выпуклости траектории. Фи-н равно минус М на дубль ви-тубль ви-тубль. М на дубль ви-тау. М на дубль ви-тау. Или М, модуль, производный от ви-тау. По времени. Это выражение мы хорошо знаем, помним. Модуль нормальной силы инерции равен произведению массы на дубль ви-тубль ви-тубль. И равен произведению массы на отношение квадрата модуля скорости к радиусу кривистной траектории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова